поехал прямой эфир парни здорово никого пока нет на связи а у нас есть очень умная херня на который можно поставить телефон чтобы показать вам город хоть немножко так надо пристегнуться никого нету а кто-то уже присоединился мне пока не отображается папка здорово ну чё погнали короче прям сейчас прям пока но до софии поставил здорово алекс кинки пока поставил до софии поеду поехали хоть покажу вам немножечко прагу погнали в этом за рулем я в кое-то веке в качестве пассажира так масочку сниму чтобы не провоцировать полицейских а то здорово меха карпов а то что-то мы уже с ними неоднократно здесь встречали кирпич неоднократно встречались мусорами нам это честно говоря немножко уже поднадоело смотрите стекло так у нас грязно салют макрип ханок или крепчонок он прага за окном какие-то люди с голыми ногами архитектура все как надо сейчас выберемся на трассу поедем по правилам на этот раз 139 поедем обмв присоединился здорово а зевс чечня здорово здорово были джон дилинджер здорово салют пацаны григорий новиков о парня здоров здоров а чё я ну да действительно все время какие-то вам по минуте он там украинец сказал но посетовал что это ты по минуте выкладываешь видео где карты деньги где два ствола где маски где все это так что двигаемся ну чё хоть изогна автомобили-то попутешествуйте с нами составьте нам компанию вот олег сергеенко украинец и снова здравствуйте вот это я понимаю не прошло одного часа посьмое замечание и просьба и вот он стрим совпадение не думаю несовпадение лишь несовпадение все как надо все именно потому что ты сказал короче чё давайте поставлено дать бога по праве по имя в руках подержу телефон потому что потом я замучаюсь вот это человек это музей по-моему какой-то у них до музей музея регни что-то там такое написано прага красивая залитая солнцем красивая прага это вот одна из центральных улиц он там был король этот сколько пропустил не показала так так уху блять уже пропустил зодиак вас привет расслышь что думаешь по поводу x5m собираюсь взять десятый год знаешь слышал что не очень до одежды машины вот это меня пугает бмв всегда как бы мне нравится и имидж их нравится и они достаточно раскручены и едва ли не самый популярный запрос там будет в ютюбе бмв то есть ну хорошая машина быстрая но не знаю вот я взял ауди и я чет не хочу менять и ни на что и рад вот так ну x5m я думаю хорошая машина ну просто знаешь опыта владения нет я не люблю говорить о том что точно не знаю но по всяким замечаниям отзыв о кучу мусоров типа ломучая бмв а там не знаю возьми как раз будет у нас возможность говорить это все предметно в крайнем случае найдем те кто тебе притащит донора так так руслан зевс смотрел видос как за 80 евро откупился от ментов руслан так на самом деле я не ожидал если честно если честно я думал ну все пиздец думаю но сейчас больше то есть он мне написал на бумажке 200 евро но объясняет то есть он не типа как по-английски я не понимаю нормально вернее он не понимает по-немецки я не понимаю смотрите какой вид кайфный из-за моста не очень видно тоже костюльчики всякие он красные крыши праги не очень видать надо вот так вот об этом открыл это за через сетку получается я что нравится в японии хотел сказать япония мне в европе вот черепицы на крыше все все одинаковые это стандарт и попробуй от него отступись ну могу да не особо хочу привлекать внимание тоже короче так ну вот и по поводу мусоров то ну догнали нас вот юра-то ветеран правильно написал что они догоняют и включают надпись сзади и просто мы уже выучили всю эту хуйню нас принимали ты здесь вот прям реально принимали раз наверное 67 до об этом 4 мне уже кажется что себе подожди как 4 а ну ты подавили имеющие без тебя же досматривали и плюс еще с тобой уже получать сегодня 5 до ну вот 5 или даже так 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 во франции в германии два раза с тобой это уже три во франции два раза это уже пять какие четыре раза и сейчас 6 уже так в японии не еще не ездил и вас не возил но возможно и свожу очень это так олег сергеенко вас скотт сам ездил по европе на тесле в итоге на его кадре доехали теперь с бэтменом на эвакуаторе что за непруха а мы с бэтменом на эвакуаторе а до ездили да 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 решили да ну мы отдохнули там как еще раз город куртс крольс хайм крольс хайм вот край короче в германии все как обычно ну отель кстати кайф на сняли вот снял его побырику с утра дизель отель кайф на особенно после ночи в машине в компании бэтмена все суставы ломит все болит через цешка ты со мной ничего не делал понятно так машина делала после ночи все кости болят это ничего это объяснимое явление факт то есть я спал на заднем сиденье даже передние не работает регулировка электрическая почему-то спал на заднем пиздец все суставы выламывает до сих пор марс починили да так давай-ка по порядку ничего личного просто нужно вытаскивать из зоны комфорта бэтмену привет бэтмен так же и говорит то есть бэтмен так и говорит что надо меня вытаскивать из зоны комфорта приземлять водить на людей смотреть на простых которые пьют пиво в этом он полюбит пиво как называется пиво там ангел но производство прям в этом городе крольц хайме нет не так мягко кайкаем вот так только могу запомнить короче вот там производит немецкое пиво и angel неплохое так сергей к паре доброго дня вам рад вас видеть мы тебя тоже рады видеть зодиак проверять еду в четверг сервис как здоровье как общие дела зодиак да нормально вроде без понтова только покатались по европе какие-то постоянно несрастухи в швейцарию приехал там что-то человек который там кричал мы я возьму обязательно там пандору начал какую-то хуйню тоже нести про поводу того что посмотрим на прагу хоть по поводу того что мол должен ведь он это же новый должен писать там mercedes rolls-royce я ему объяснил просто ну что ты прежде чем но в бифа колми с и вот экзакцию вонт блять так о зодиак вчера на ней катался за 39 до сотни пипец за 39 м5 как-то не очень честно говоря верится но если только там она вся прошитая переделанная возможно а такая в на штатно но на всем штатном она блять больше пяти секунд едет до сотни cayenne просто защику дает я делал это неоднократно лично просто давал защиту бмв м5 на турбовом cayenne так что 39 это уже значит на пиздец как все понаделано так что тоже будьте осторожней потому как ну раз там всего много понаделано так возможно на ней человека пихал а возможно и следил то есть тут не угадает потому что вот у меня тоже так же примерно едет audi но у меня 4 по замерам не знаю что там с этой бмв такого сделали она еще и аэродинамика хуже не знаю вот но 4 секунды едет у меня стоишь 2 плюс audi шка до сотни я хочу сказать что я-то за не слежу есть люди которые просто поставят и все и гонзуют на нее деньги не хотят платить получает там по 100 тысяч месяц на что там тратить вернее что там тратить на машину так 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 она у него на выхлопе выхлоп это никак не прибавит тебя две секунды считай к ну полторы до разгону и полторы три дети ну да 4 ну да она так 5 и 5 где-то и едет вот ты со скотцем ездил по европе на такси уже видели япония мэс починили вадим полкуш вас кирилл доброго здоровья рада слышите видеть передавай огромный привет бэтмену бэтмен слышит тебя григорий новиков босс бро подскажи пожалуйста 24 штатка toyota правая руль хавает 2010 года 24 чё вообще хавает toyota что ли хочу первый раз об этом слышу германия ассоциация с рамштайн ну да да как еще раз свой край край еще просто маром сайт поставить край край короче германии но мне честно говоря вот не особо спирает германия она вся как промышленная зона какая-то там ничего радующего глаз там мой лично нету куда цешка когда поехала целая ли что это так франция 42 аргентина да ну да ну нахер миф ну нахер расстраиваешь аргентина таким образом все равно вылетела да а пандора пандора ты мое сердце и душа надо поставить как-то но минус хотя бы вот этой песни и пандора то действительно спеть так олег сергиенко украине спешил файл роман зевс русалин руслан зевс 777 вас подскажи начало из удостоверения по европе вы с нашим российским ездите или нужны международные права какие руслан права чего выдумывают всякие мудаки в интернете взял любые права об этом на вообще там такой лантух на два кармана который хрен положишь и все нормально ему там дают прокат машины все катят так что не международных прав не надо это все сказки для этот какого для приезжих знаешь то есть вот то же самое что со штрафами которые тебя будут собирать на границе залупка это все в белоруссии да будут собирать штраф а здесь им похеру ну не похеру но не будут привет из новосиба взаим олег сергиенко ой-яй-яй пандора да ценник на пандору феррари скажи пожалуйста мистер крепчонок мистер крепчонок так говорил уже неоднократно стоит она 350 тысяч рублей для граждан россии украины казахстана короче для того для то есть здесь видно нормально хорошая картинка вроде для той местности где ну куда я могу послать просто почты да то есть ее чистая стоимость голая 30 тысяч рублей есть ты где-то в европе и хочешь ее взять чтобы я тебе ее привез как 6000 евро то есть но мне даже для этого включает в себя мою поездку сюда опасность которую я испытываю все равно по дороге и какое-то размещение мое где-то в отелях и прочее а так но ее голая стоимость 350 тысяч рублей так к российским номерам не доебываться мих мы сейчас не на российских номерах на audi я проехал двадцатку почти 17 800 на российских номерах нормально и вот сейчас до болгарских доебываются гораздо чаще до российских я даже не по один раз но придется ни разу да то есть мы изъездили всю европу из конца в конец и никто к нам не пристал а ну в польше когда выезжали вот на 1 просветили ну да на российских даже удобней то есть вообще никто и не пристает и очень удобно что можно и пихать на нормальной скорости татышка или porsche как по-моему татышка и правила можно как-то спокойно относиться так вечер добрый уважаемый константин чемисов привет тебе тоже зодиак x5 тема не м5 выхлоп катализатор усилена коробка один владелец зодиак я прекрасно знаю что такое x5 м м5 я на каене бы скорее всего не сделал то есть м5 должна ехать быстрее x5 м это все-таки кроссовер то что они заявляют допустим они еще на пятьдесят третьем на м ки заявляли что 4 и 4 она будет ехать до сотни однако едет она 6 лихую то есть и вот это x5 тема она едет больше пяти секунд то есть посмотри там с каеном очень много заездов а каен именно вот пять секунд и едет как-то так катализаторы усилена коробка но прошита знаешь получается коробка удалены катализаторы это не сильно влияет на скорость так выхлоп ну выхлоп если там все от начала но этого мало то есть как 4 9 что то это странно как то то есть там даже должен быть и чип стоять она должна быть чипована то есть ну не знаю посмотреть короче технические данные александр кузнецов салам соседи от ки и салам а чип все правильно зря там чипы я думаю что надо еще посмотреть что за чип так насыплю соль на рану пишет украинец как там сайт ой блять где розыгрыши где субботники ты задал марку и и уже понижать нельзя олежек сиквенко бы я вот стримы пока instead снимаю до вожу вас по европе ну надо субботники конечно все будет все будет просто ну немножко утомляет меня вот этой херней что блокирует мне каналы и не дают мне жить не дают снимать ничего не дают делать это мы уже выехали из праги до где-то катим погода хорошая 100 километров спид лимит так 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 что ну я буду увеличивать ее еще я планирую вообще какие-то более или менее серьезные даже киношки снимать есть желающие кто примет участие но именно вот по нашей теме именно по автомобилям как черт разбирается перегоняется как все это происходит в реале ну естественно это будет все постанова ну хотя есть большой соблазн просто и начать пиздить а потом сказать ребят ну видео хотел снять как бы это не угон да так зодиак обслуживаться на дилере за пипец какой крутой ценник предлагает по ходу жизни сама подводит такой попутки зодиак но если тебе нравится то почему не купить то опять же можно потом все равно это хороший опыт владение возможно она там все в порядке с ней будет а почему нет-то михаил карпов не очень этих с 5m и 6m было про были а была бы проблема с подвеской автоматом или электрика десятый год это уже не а вот как ну короче не очень сильно разбираюсь них вот тут есть же люди из питерского сервиса бмв могли бы и поучаствовать как бы в диалоге руслан здесь я понял спасибо вас ты не мазача руслан зодиак михаил карпов она вчера в моих руках ехала 4 до сотни он готов на любые проверки вплоть до снятия коробки с нее проверки за мой счет ну чё тут как говорится тут надо брать и во стрим на ходу эта тема врубай сектор газа а где же я тебя возьму только океан эльзи тут бэтмен свое всякое у нас конечно музыкальные чувства дети как вкусы очень не сходятся то есть вот он вставил стинга и причем самые уродские песни стинга которые записаны что у тебя есть но ладно будем океан эльзи слушать лучше сектора газа нет вот есть кружим здесь есть белая стрекоза любви сектор газа можно исполнить сектор газа можно исполнить но я думаю это еще впереди мы еще замучаемся ехать возможно поменяем о модерн токинг есть парни чем модерн токинг или океан эльзи давайте чего будем слушать вы же здесь едет тоже пассажирами пассажирами франция выигрывает аргентину очень жалко я за аргентину тут больше так привет вам парни из карбина о здорово андрей андрюха дудич слышно ты опять в китае да кости бездельник потому что кости бездельник предпроект нуля все огонь тружусь гаражики так 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 блять что-то я эту кость это пропустил все сообщения это опасно пропускать косненное сообщение хуй знает что там нас сообщает так так я понял так так приветствую на ходу это тема рубасектор газа вот я вот дал вам выбор сейчас чего больше захотите то и поставлю либо океан эльзи либо модерн токинг lexus gs приветствую хулиганов взаимно папка всегда 1 на стрим заходят красава до либо либо он либо алекс кинки эти обоим никак не пошли о подарки ну ё-моё кости привет как сам кости как ты сам проект с нуля все огонь тружусь огонь бы все огонь бы у него кости бездельник правильно так кости здорово уже пропустил последний твой стрим смотрел записи я тоже записи смотрел он не предупреждает ведь друзей алексей генг вожу вас по европе вас ведь я начал на начала смотреть как ты снимал в погребе гаража не из-за видов не завиду тебя смотрим и слушаем дорогой ты наш человек до базара нет но вот на данный момент ситуация такая что вот я еду по европе оружие у меня с собой нет братан маску я одеваю время от времени но это небезопасно поэтому все будет в норме сейчас доедем там у меня и автоматы может еще и постреляем туда но на стриме не стоит этого делать заблокирует канал так дьяко штураевский всех приветствую взаимно океанези ну понятно олег сергеенко что еще захочет давай посмотрим другие мнения есть или нет транскарго молодцы ребята киллер всегда есть что сказать сюжет не иссякаем договорить сюжет просто живем и вот с вами решили прожить несколько часов но пока у нас чешская симка я думаю что до границы мы через словакию едем в словаке уже не будет работать а модерн григорий новиков эльзи океан эльзи так 2 на 3 пока пока 3 2 в пользу океана эльзи виталик темка модерн токинг кстати ты в курсе что он собрался идти в президенты я мягко говоря в аху кто забрался идти в президенты в окорчук что ли в москве можно будет увидеться протопим по центру зодиак так с удовольствием как раз вот можно на двух машинах даже гоночку устроить все приветы с казани доброго пути салам казан всем чеплашкам привет так преча из птицера здорово вас привет с левыми российскими правами получится в европе если пробивают что-то могут пробить брата конечно получится вообще как не хуй нахуй да не не на газете но короче португальские документы на машину и права канают и российские вообще в лед и номера двойники ничего тут не пробивают хуяре-хуяр так вася вас расскажи о бэтмене как познакомился с ним какие функции выполняет поездка он когда говорят что в своем роде его работодатель ну нет вот сейчас водителя иногда как бы курьер иногда но надо присутствие иногда там ну короче всякие нужные вещи нужные вещи то есть пока меня нету там руководит проектами какими-то руководит тем чтобы вам это отправляли все вовремя то есть все бэтмен необходим так да да за кости глаз за глаз вот-вот-вот литва домой подарок вроде отправляет ну слава богу так модерн токинг это уже 33 бля еще одно но одно мнение и она будет решающим василий федусенко брата привет привет ахаха костям привет тебе вакарчук так это не мнение это тем более 2 за два голоса один человек не считается ну понял вакарчук собирается в президенты ну а чё нет то чем он хуже нынешнего владимир надальский владимир вас скажи пожалуйста какую записать если записать пандоры 2 и 4 какую-то машину и если хозяин после этого откроет и закроет машину не следит легко скотт граббера нет не должен константин скотт гриша привет андрей да парня в китае надолго ну хорошо может что-то за бабах им нужное вместе совместно вас вообще без прав по дайверскому сертификату границы даже пересекает бывает такая костян начат меня палишь в этом он это спина да все верно владимир буза модерн ничего больше не остается делать четвертый голос я думаю послушаем потом еще и океан эльзи все поставил модерн грузится стингу убираем а то как будто он нудный все под модерн токинг пока прем так сергей быков как подняться без знакомых и по закону сергей быков это очень индивидуальная вещь такая то есть тут рецептов нет это все совокупность обстоятельств но надо как правильно бэтмен говорил в прошлом стриме мы говорили надо быть очень целеустремленным и трудоспособным и ну сама отдача должна быть одним из самых важных показателей олег сергенко засранец братан это не я сейчас я скажу кто тебе твой враг владимир буза вот это был четвертый голос в поддержку модерн токинга и получилось 4 3 яска по-честному я сказал чей голос сейчас будет того и поставим выкорчука сейчас тоже поставим попозже то есть не будет так что очень извиняюсь начались уже проблемы со связью крэйзи джокер вот с какой скоростью мчимся мчу здесь допустимый 139 даже 130 бэтмен едет ну мы не выбиваемся из потока как все так и мы едем так а сергей быков да я так шутку согласен и понимаю что все индивидуально конечно индивидуально как так получилось что столько много бабла отвалили за ремонт генератор за эти деньги можно было тачку купить нормальную константин во первых уже вошло в какую-то традицию я тебе как учитель русского языка блять говорю столько много говорить нельзя либо столько бабла либо так много бабла а столько много это для человека с высшими образованиями это просто провал блять я скажу столько много почему столько бабла отдали вот так грамотно звучит вопрос либо почему так много а столько много нельзя говорить братан это но неправильный речевой оборот давай к это буду тебя потихонечку подтягивать по грамматике по фонетике короче так короче почему так много бабла так потому что это сука дилерский сервис дилерский сервис и поскольку они сказали что ну закажем что-то одно вначале нам предложили нормальный вариант он заключался в том что они сейчас закажут генератор и закажут но стержень вот эту обмотку генератор щетки генератора и вы на таком новым генератор и судя по тому что там заполомка они ненужную часть отправят обратно будь то генератор сборе либо щетки но потом он вышел и огорчил нас те что так не получится то есть либо то либо то и обратно mercedes типа не принимает такую запчасть генератор который стоит 20 евро плюс ремень вот это с 90 я вадим вас по стопам это уже пятый голос поддержку но океанез я думаю тоже потом послушаем так вячеслав архангельский приветствую можно ли в европе пользуются антирадаром и видеорегистратором знаешь некоторых странах запрещено пользоваться как антирадаром так и видеорегистратором но можно встроить это все то есть они есть инсталлируемые специально которые инсталлируются штатные системы автомобилей и вполне все работает хорошо и никаких проблем не должно возникаться так вас пути а мозги сшиты на солярку есть наличие диагон тросте конечно есть конечно есть казани скос привет из лен области у тебя там земляки ожидает тебя костян здесь везде ремонт дороги смотри замучили они с вами ремонтом особенно чехи так кости кости здесь запечатку скотса вадим погуш привет так вас спасибо за музыку вадим ну уступая вашим просьбам я то если бы участвовал голосование лично я бы наверное все таки выбрал наверное океан эльзи но выбрали что выбрали у нас есть старая попытка сломать зеркало уже теперь на своей машине я нормально нормально да перестраивайся 8 здесь разрешенной скорости догоняй просто его и потихонечку перестраивайся сложи зеркало перед обгоном фуры да костян мы научены мы знаем да не жалко чё хрен с ним олег середенко штурман ага так с питера пламенный привет грязи джокер да тебе тоже извини что я вот но никак не отвечу тебе в телеге но реально это тяжеловато так чё наверное я поставлю заряжаться айфончик чтобы у нас неожиданно не прекратился стрим по вине севших батареек так поставил олег сергеенко в украину планируете олег вот представляешь ты ну как вот сейчас воду смотришь да я планирую украину но я планирую со своей стороны понял да куда в жемчужину у моря какой номер даже загорелся о представляете пацаны какая дача зажил прогресс до невиданных чудес скорость какая была ну вполне теперь шмот есть есть а теперь мы не нашли до просто а нашли есть да андрюх есть депешмот у нас погодка просто песня проверим олег проверим теперь шмот есть поставим попозже теперь шмот crazy joker да я терпеливый братан да тут дело не в терпеливости тут не надо просто связаться с человеком у кого минуты по поводу бренка же дашь так тебе это закинули его закину без меня так что можно не беспокоиться тогда эти водички попьем наверно бля полос такими узкими кажутся на видео братан это нахуй не кажутся они не кажутся григорий они являются узкими это тебе не россия здесь полос значительно уже значительно уже то есть вот здесь две полосы дорога она такая же как у нас в одну получается почти да ну чуть-чуть поуже полторы да то есть пол полосы в россии потому что в россии ездят видите рокеров во чем это циклистов они здесь между между рядами не ездят такого нету я вот ездил специально но по привычке прижимаясь пропускаю никто не обгоняет они между рядов здесь не ездят вот во франции они ездят вообще как попало по рядам поперек рядов вдоль рядов по тротуарам похуй им а здесь нет так crazy джокер давай депешмот нет подождите уже ребята так youtube может замузла забанить сосет он этот youtube пипислу у нас стрим и музыка играет в в коло в этом какого в магнитоле так инстаграма для связи prime аэс я в телеге редко огонь очень как x возьму надо будет пересечься канал уникальный только нужно чтобы youtube воспринимал как формат шоу иначе страйки будут знаешь они будут в любом случае потому что есть много конкурентов есть много просто ну каких-то ну действительно имбецилов которые недовольны моим каналом то есть они недовольны потому что я умею там не дай лучше разговаривать потому что я имею какое-то суждение о жизни свое личное они их не откуда-то взятая из телевизора или из стадного чувства это никому не нравится и конечно так всегда было есть и будет конечно будут кидать страйки хоть я да я говорю даже если я буду делать обзоры на мультики все равно будут страйки все равно о хорошая песня давайте на заправку пишет костян на всякий случай 1 5 и в квадр приезд большим дядей косяк не знаю видно нет полный бак почти и это дизель сколько мы тратим сейчас вот мы тратим 7 3 километра при том что мы от и сделали сброс чтобы мы уже по дороге смотрели сколько ради вас это по городу да вот на данный момент при скорости 90 вообще 5 и 9 вот даже меньше будет сейчас так что здесь среднее потребление топлива даже если топить все ну я топил от болгарии до сюда да не до сюда до вены вообще практически без остановок но плюс новую останавливаясь где-то затруднения 7 а ну еще пробки вот этой венгрии где люди сгорели 7 целых и одна десятая да по моему у меня был расход 7 целых одна десятая литра отличный навигатор у вас нормальный навигатор раздельский интернет конкуренты кто да нет у меня конкурентов но есть люди которые продают как бы там аппаратуру и продают ее и как им кажется все у них лучше и правильнее ну а люди почему-то ну слушают меня и смотрят меня и работают со мной и не вдомек что это не потому что но что просто на меня но сверху ангел какой-то подписывал а потому что но значит это но доступ не что-то объясняю и учусь вообще то есть все время живу учусь я перемещаюсь по странам я трачу очень много своего времени на развитие на то чтобы я практически живу этим я живу и вот с вами сейчас вместе даже еду так что вот так так что обойдешься костяне пойдем на заправку этот youtube уже устал банит он не устал он утомил они и 4 3 на диагон 4 3 на 3 минуты катили но может боженька поцелует агентину но очень надо 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 андрюх нахуй эту францию вместе с этими сука французами сука не люблю их выебистые беспотовые твари о костяну вот то что ты любишь заправка заедем еще куда-нибудь зайдем хоть показать вам что-то все нету 4 3 отлетает ну все что ж отлично навигатор так понятливее чем у тесла что ты имеешь ввиду и навигатор и управление конечно понятнее чем у тесла понятнее и удобнее и эргономичнее здесь все хотя это цешка все аргентина проиграла очень жалко проект с нуля но на самом деле будем откровенны они были на самом деле не готовы чья уж это вина тренера или командного духа ну вот смотрели вот это movie 43 тренер имеет ввиду что у нас нет канат командного духа да нет ёб вашу мать сука ты мудак у тебя член 45 сантиметров хоть им сука мяч веди какой командный дух какой бог бог свое уже сделал там такая же хуйня то есть сейчас у аргентины член оказался коротеньким и это очевидно то есть но здесь не место независимо от наших симпатий я вот тоже допустим не рад что россию проиграл уругваю но но это факт россия уругваю ты чё в своей группе мы смотрели вместе ты чё 3-0 бэтмен у него ситуативная память не очень хорошо так расскажите пожалуйста если нанести гравировку на стекла угон уходи приклеить наклейку гарант вместо вин номера я думаю константин не угонит да это же копная защита уже то есть не просто гравировка а плюс еще гарант вставлен а как гарант только должен быть нет гаранта не только наклейку должен быть еще вставлен желто-блокидный гарант а фуражку вместо руля вот здесь утром нахерачить и знаешь ты константин знаете я думаю что это все-таки комплексный подход к защите всесторонний то есть и наклейка и фуражка гарант и наклейка гарант и номер номера черные но белая был белый буква на черном фоне вот киллер вот в этом случае да я думаю не угонер я думаю что будут проблемы с другой сферой деятельности до жизни деятельности человечкой то есть не с теми кто угоняет а с теми кто ловит угонщиков могут возникнуть проблемы так тарас петрович приветствую тоже так крэйзи джокер а так я очень хотел пообщаться тобой нужен совет реально нужен так и ну приеду пообщаюсь я честно говоря вот крэйзи у меня на самом деле у меня спина болит я уже заебался ездить мне вот кральсхайм этот прям в радость потому что я хоть два дня хоть и поспал в машине что еще добавила суставом проблем блядь я хоть побыл хоть походил ногами хоть среди людей побыл знаешь должно заебался выездить вот сейчас доеду до года-нибудь около бассейна там день в болгарии упаду сейчас во первых либо ну еще один стрим во вторых ну прыгнув бассейн к 1 задним страсть и все как надо костя должен будет смотреть прямо из гаража весь измазанный в мазуте в говне и на солнце пеки так и как раз я пообщаюсь но с кем ну и с тобой то что конечно так кости заберут как образец для подражания давать и могут и могут просто украсть на разорка раскрыть на сувениры машину растащит на сувениры он бензина так то перестань вас забыл как по франции гулял устрицы кушал а теперь тебе французы плохие олег знаешь какая ситуация вот устрица это устрицы французы это французы знаешь я не могу сказать что они прям плохие но из этих команд конечно я не буду болеть за францию я конечно буду болеть за аргентину единственно если там франция с турции будет играть я тогда буду болеть за францию а так знаешь мне французы не то что плохие но они взбаломошные очень нервные ну и короче мне ну не нравится миноритет не итальянский не французский беспонтовые кричалки вот а так они кстати преступный мир здорово развит гораздо больше чем любых других европейских странах у них традиции преступного мира очень сложившиеся самое большое количество краж своих подельников из тюрем с помощью вертолетов у них там но много в франции хорошо но пусть французской не не нравится не дам и а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здорово, Костя! Да, здорово, Костя! Опять заезд... Да! Бывает, что зависает... Костя, попроси вас, может, он тебя стримы научит запускать? А что, Костя, не может стримы запускать, что ли? Что у него за проблемы-то? Давай, жалуйся, Павка! Что происходит вообще? Что не так-то с Костяновскими стримами? Мы можем выиграть, парни! Опять тоже дорога, что ли, что на Песле ехали? Не, братан, дорога другая! Но будем тоже ездить через... А нет, та же, наверное, да, получается? Просто потом в другое место чуть будем сворачивать? Стрим, вернись! Вернись! Голосов проводит, а ты говоришь стрим без звука! Нихуя удивительного! Так... Да, получается, та же дорога! Так, вас расскажи, есть новости о новинках! Олеж, да нет пока особых новостей! Сейчас доедем, будем разбираться, на чем едете! Едем на 204-й Цэшке! Вот такая Цэшка! Это коленка огромная, бэтмановская! Очень хороший автомобиль дизельный! 2,2 труба дизель! Пихает! Очень хорошо сиденья, удобные! Бывают, правда, какие-то поломки! Но любители Тойоты! Сразу вам говорю, на вашу... То есть едет он гораздо лучше, чем Камри! Гораздо удобнее на нем ездить! И особенно, я хочу сказать, что если здесь сломаться, то здесь Мерседесовский родной центр берет почти двушку евро с меня там, ну... Ну не двушку, там полторашка, да? Аккумулятор и генератор поменять! А на Тойоте это было бы гораздо дороже! Они здесь есть тоже, Тойотские сервисы и центр, но их гораздо меньше! Ну, короче, здесь с Тойот практически нету! А те, которые есть либо продают Короллу, Авенсис, Ярисаурис, Приус, Айго и Верса, ну и как тюнинговое, уже как, так сказать, топовое такое отделение продает Лексусы, вот эти Камри здесь практически не продаются! Не практически они здесь не продаются! Так, татар, малая, работаю все время! Константин, что ты татаров-то обманываешь? Татарин, где родился, там скотс уже не обманет, смотри! Так, Джонни Долсон, добрее, уважаемый, скажи, пожалуйста, насколько я понял, ты надолго в Европе, а как же семья? Джонни, я в Европе работаю, брат! Я, ну, я, Байка ко мне, тоже моя семья! Думаешь, Бэтмен, чёрт, семья! И Байка должен приехать тоже в ближайшее время, сейчас с Лизой, решим ему вопросы! И тоже здесь уже стрим следующий, можем сборить! Вас про седьмое число не забудь, София! Ричард, братан, я туда как раз еду, и я буду от Софии всегда, там, на расстоянии примерно 400 километров, по хорошей трассе, по траке, и если, ну, возникнет прям числа, я помню прекрасно! Я просто стартану, и всё! Зодиак поехал по делам, рад был слышать, рад! Я тебе тогда в тележку напишу, а там условимся, и их должен четверг, теорию купить уже! Так, Зодиак, во-первых, удачи тебе, ну, во всех твоих делах, а во-вторых, слушай, так ты бы вот взял бы, купил их, и ознаменовал бы эту покупку, как раз поездку в Европу! Вообще было бы нормально! Так, а где протектор? А, о, протектор, вот он! Так, рад Зодиак, ну, отлично, всё! Так, прицел на капоте есть? Нет у нас прицела на капоте? Такое он хуйно! Это... Да нет, нету, нету! Зато КПОД не мешает обзору, в отличие от тех машин, где он стоит, то есть от того же 140, от 220-го, капот не мешает обзору, и мне это больше нравится. Так, протектор Ростов. Здорово, во-первых, вчера тебя видеть. Привет из Ростова, вчера я из города 570 уехал, позавчера к Камре, а так по чуть-чуть постоянно, а в масс-медиа тишина гробовая, не хотят будоражить народ. Ты знаешь, это очень объяснимо, протектор. Во-первых, Ростов такой город, который всё равно позиционируется, как у нас здесь нет преступности, мы всё искоренили. То есть Ростов папа, Одесса мама. Вот в Одессу мама скоро я поеду, наверное. А там уж и до Ростова до Тесс, я думаю, к тебе он в гости может заеду, если примешь обратную сторону, как некоторые говорят. Вот. А так, ну понятно, что в масс-медиа тишина. Не хотят будоражить народ, конечно. Здесь тем более, сейчас же чемпионат, протектор. Сейчас чемпионат, и в Ростове проходят матчи, насколько мне известно. А раз такое дело, то... О, дорожную информацию отключаем. А раз такое дело, что проводится большое мероприятие, то для полиции равнозначно признать, что мы обосрались, знаешь. Ну вот фургон ёбаный. Подвинь чуть в сторону, или мы сейчас об тебя снесём в зеркало. Так. Почём там у вас бензин? В Германии евро 60, средняя цена. Зачем ты? Вот. Так, всем привет, удачной поездки. Продукт Розов, приветствую. Ты когда-то везде так, по сути, проходит народ, ну типа всё ништяк. Не совсем так, Сергей. Я же объяснил ситуацию, да? В Ростове проводят матчи мира по футболу, и там очень много гостей иностранных, гостей, и очень много наблюдателей, которые очень быстро схватятся за такую нитку. Так, сейчас возобновится, наверное. Всем привет, удачной поездки. И почём бензин, это один и тот же человек, студия техобслуживания Toyota Lexus. Рад тебя видеть, слушай, читай твои комментарии всегда. Слушай, бензин, как я уже говорил, Германия евро шестьдесят, здесь от евро двадцати до и пожалуй в Швейцарии евро семьдесят, где-то евро восемьдесят тоже. В Швейцарии евро шевле, да? Люксембург в офшорная зона. Очень хорошая. Я снял там немножко, я, если захотите, выложу тоже вам, как прогулялся там, достопримечательность. Люксембург очень мне понравился город. И воздух отлично, и ходится как-то, легко там дышится. Так, удачной поездки, пойду машину продавать, покупашка приехала, позже, смотрю, лайк с меня, Михаил, удачной продажи. Ричард, и договорились, ага. Продактор, раздов, Костя, здорово, где бы еще поздоровались, как ни на канале у ВОСПа. Ребята, ВОСП Коннектин Пипл, Крэйзи Джокер. Из-за этого чемпионата очень многих попросили уехать на время чемпионата из всех городов, а то и вообще из России люди с преступного мира. Крэйзи, да, мы знаем, что ты в Ростове в курсе, как обстоят дела. Да, действительно так, потому что их, в свою очередь, тоже попросили, и может, лучше так, чтобы попросили, чем они начали бы выносить. Мокер, здравствуйте, путники, привет всем зрителям, участникам стрима. Мокер, взаимно, взаимно, подвисло у всех, но уже, я думаю, развисло. Протектор Ростов, Сергей, привет, если так и есть, сутки попокаивают, чтобы не нервничали, а когда угонят, как же так, почему? Протектор, ну ты говоришь со своей точки зрения, да, установщика, тебе, конечно, правильно твое желание, чтобы люди знали, что машины все-таки угоняют, а не фыркали в ответ, типа, ты кто такой, машины защищаешь, хули их защищать, ты ебда, то есть, ну понятно, это все, но ты тоже поймешь, что еще существуют другие точки зрения, в том числе, вот государственная, общегосударственная, и какая-то политика проведения мероприятия большого, международного, какая-то политика гражданского спокойствия и так далее. Так, подвисло у вас, ну вроде сейчас нормально, тупит эфир, конечно тупит, мы едем вон по колхозу, по какому-то, ну да, колхозу вот следует отдать должное, земля вся обработана, ребят, смотрите, вот давно хотел вам показать, земля обработана вся, подавляйте внимание, все поля, они все засеяны, здесь нету ни клочка земли, такой бесхозный, так, 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 да тупит эфир чуток, ну, подтупливаю, так, Крилоп Тен, приходите на стрим, снимаю PUBG Mobile, Крилоп, я не знаю, что такое PUBG Mobile, но, и даже не знаю, как тебе зайти, потому что, ну ты как-нибудь напиши просто в личку куда-нибудь, или в комментарии под видео, а не здесь, потому что потом мне все же комментарии эти не сейчас, я тебе онлайн ручку не возьму, не буду записывать, так что скажи, посмотрим, что, если тебе что-то интересное по нашей теме, конечно, давай все посмотрим, Крэйзи Джокер, так, да, да, бро, но я в Питере, да я знаю, знаю, Крэйзи, я знаю, что ты в Питере, не надо всем говорить, пускай все думают, что ты в Ростове, класс, откуда познание в Псалом 90, не ожидал, я тебя про Псалом услышал в одном из старых стримов, респект, братан, откуда у меня познание про 90-й Псалом, так он у меня написан на поясе, так мало того, он написан на том языке, на котором он впервые читал Крэйзи Джокер, я знаю наизусть, я все-таки в этих христианин, допустим, живые в помощи, символы веры, наизусть, отче наш, отче наш, это молитва, которую обязан знать каждый христианин, осторожно, осторожно, брат, брат, блядь, да ёбаный ваш рот, за пидор, может догнать, что этим в эфире не произошло, да вообще бы не отбывай, все, у нас будет ремонт, так, сильно, так, 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 жаль, что ты на Урале не появляешься, не удаст с собой пообщаться живую, Джонни Долсон, все бывает, главное не за Урал, главное не за Урал, а не по принуждению, нам и в этом стриме хорошо, да, да, Крэйзи, слушай, скажите, парня, вообще слышно, не видно, так, вот и я о чем, что он у тебя, что он у тебя надписан даже, да, конечно, у вас PUBG Mobile, это игра такая, на стримах спамят периодически, а, да шли бы, нахуй, они вместе со своими играми, да я думаю, здесь он зря спамят, потому что здесь, его PUBG Mobile, вхуй, никому не обосрался, вот 90-й Псалом не выучил, только 1-й, 22-й знаю наизусть, Крэйзи, так и того, немало, коротой их знаешь, что это было, подрезали, да да, чуть в коробку не зажали, выезжается, вот так, здесь тоже бывает, редко, но случаются, но бывает, висишь, ну что поделать, Крэйзи, скажи, какая машина тебе больше нравится, твоя А7 или этот Мерс, Джуни Доусон, конечно А7, конечно А7, но это совершенно разного класса машины, А7 это как бы, ну, это все-таки, ну, автомобиль представительского класса купе, а это все-таки С-класс, это разница большая, поэтому сравнивать их нельзя, и даже если брать там 222-й, или CLS, или моя Ауди, мне кажется, моя один раз больше, чем CLS, так, так сравнивать корректно, то есть, мне этот Мерседес нравится, как сам он, то есть, он очень удобная, экономичная машина, для путешествий по Европе, он ничего не ест практически, едет хорошо, и едет хорошо, и появилась обратно, Извините, парни, будет трястись Потому что я ее поставил На крепленице, на окно Так Нет, у меня просто Ауди Но она на стейдж 2 плюс А на РС Обычный дождь защиту То есть если, ну, РС будет в базе Она курнет у меня пищу Так Еще госномер узнавать начните Ха-ха-ха, крэйзи, да ладно Стрим лагает очень Ну, что поделать Колхоз чешский Так хорошо начинался стрим И тут интернет подводит Олег, ну, мы потому что начинали его в Праге, в городе А сейчас мы в колхозе И в колхозе, конечно, стрим будет Ну, связь похуже Так что будьте готовы к тому Ага А, Ямаха Интернет, походу, редкая какаха Ты знаешь, Ямаха Вот этот мобильный Ну, кстати, туда-сюда пойдет Какой у них Сетевой интернет И Wi-Fi Это вообще Вот это действительно какаха А такой мобильный ничего Ну, мы просто далеко от города, видишь Здесь и вышек, наверное, рядом нет Спина И Видишь поле Поэтому Крэйзи Джокер смотрит По телеку Стримы на СТС Фу Панда Передавали Интернет Урод Дорога Урод Еще это, сука Вытрясание позвоночника По-больше Сделалось Гислот нормально Ага, все Возобновилось Пиздец Как тренесет Давайте-ка я вытащу Так будет проще Так Я не знаю, что это Не надо Едь в потоке лучше Да и ладно, поехали Во время чемпионата У одного иностранца Украли сотовый Полиция нашла вора За три дня И вернула сотовый В обычное время Никто не чешется Даже если авто украли Нет слов Одни отрицательные эмоции Ну, это естественно У иностранца же украли Это международный, сука Скандал Опять-таки Да, и опять даже Международный скандал Ну, хуй с ним А просто это все На в то время На в то время Как приняты Беспрецедентные Меры безопасности Поэтому так и есть Так Это уже по второму кругу У нас идет Моторный или нет еще? Да, уже можно Ставить А что, депеш? Давай, кианельзи А не, о Возобновился Мы уже Затрали Все в Москве Да Так, дай посмотрим Что ли нам Написали нам Так, вот Задай вопрос Бэтмену Что он думает О следующей ситуации В Украине Это он заскучал Все знают Что думает Бэтмен Он не думает Он думает Если там Не будет Никаких харчевин И Макдональдса Хотя бы То нахуй Такая страна нужна Да? Не-не-не Шучу Шучу Не-не-не Че об этом Думает О следующей ситуации На Украине Настолько просто Часть Когда Как-нибудь Получится Поехать Метом Я не в Украине Но Мнение Что все-таки Это Один народ Больше нет Ну да Так Михаил Карп Интересно Наши болельщики Начнут Крушить улицы Походу Завтра Ты знаешь Мих Я думаю Что Никогда Никогда Не начнут Потому что Если уж полякам Не дали пизды Еще и туркам Хотя Все грозились И я вот удивлен Все грозились Вот сейчас Поляки Вы приедете К нам Мы вам Вспомним Ну вот Эту Дежуху И что-то Вообще Ноль эмоций Да Мое такое Мнение Что сказал Ну сделал Да То есть Уронил мыло Да не Не в этом смысле Но в любом случае Да То есть Зачем говорить Тогда Если Ну Нихуя не происходит То есть Если даже Этого не произошло То какие там Витрины Хотя Хрен знает Стадо Оно и есть стадо Может и начнут На каких номерах Путь держите Часто ли останавливают Ооо Ворон Винс Да Братан На болгарских номерах Мы держим путь Останавливают нас Не только часто Но нас останавливают Любой Сотрудник Таможенной Или полицейской Службы Который нас заметит Даже издалека То есть Нас останавливают Все То есть Вот Ни один мусор Еще нас не пропустил Ни один Так Салам всем Карл Салам тебе тоже Так Карл Тебе сало Из Украины Ха-ха-ха Олег Сергеенко А вдруг Человек мусульманин Что это Ты тоже Распоясался Я вот тоже Сало допустим Не ем Вот Украина Любимая страна Можно сказать Хорошая Добрая С великолепными Песнями А кстати Что у нас Аномализа Я наверно Включил Как это Что происходит У нас отключился Отключился Внимание Не отвлекайтесь Диск отсутствует Что за Поставил Может Не поставил Диск Куда же я его Дел тогда Нет Да Тестинг Не может Что-то быть Олег Сергеенко Вот я что-то Запутался Здесь Со всеми этими Движняками Куда я делал Диски Они По-моему Евро Засовывал Ну-ка Что за шляпа Куда мог деться Диск Представляешь Океанельзи Куда ты делся Ой-ой-ой Я против такого расклада Это мой любимый Диск Слушай Ворон Винс Ты просто недавно Присоединился Наверное У меня Конечно же Есть опыт Но лучше Чем на болгарских Или румынских То есть Болгарские Румынские Номера Прям Так Сейчас Расход Вот Ребят Наш расход Мы спокойно Двигаемся 5,6 Км Со средней скоростью 105 км В час Достаточно Хорошая скорость Средний показатель 105 км Это значит Что Скорость У нас Достойная Так София Ну что Он не будет Отдупляться Ага Вот она Вот Еще 1200 км 1160 км Нам еще останавливаться надо Мы еще Хотель не снимали Да Чем плохо Тачскрины Что они Вечно Не дают Дотронуться А тут Иначе Сука Толком Не поставишь Во Так 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 Ответил Ага Веган А что Одни Стейки Хомячут Да Крэзи Все верно На русских Лучше Все верно Павка На русских Куда лучше Олег Сергеенко Я Океанези И так Послушаю Сейчас я На вас Киллер ФМ Пришел Так Все правильно Но должен же быть Музыкальный фон Все же интересно Кем работал Бэтмен Может быть работал В театре Нет Он в театре Не работал Бэтмен Работал В другой Организации Можно сказать Государственной Даже Надгосударственной Ну Долгое время И сейчас Кое-какое отношение К ней имеет Так Ямаха Буду рад Стриму Из номера Отеля Не хватает Нервов От картинки И звука Нигде Не жест Парни Хорошей дороги Вам Ямаха Рады были Тебя видеть Мы снимем Доедем До Болгарии Там не то Что из номера А из апартаментов Да от бассейна Снимем Конечно Вот Телеграм Есть канал С музыкой Скачивать Можно То Ну Нет Устройство А Еще Олег Сергеенко Маски Шоу Не Об этом Не в маске Шоу Ты че Мясник Работал Не Не работал Не работал Не работал Мясником Не он Работал Какими-то Разными Тоже бывало Специальностями Время Когда Надо было Как-то выживать Но Мясником Он на базаре Не работал Над Михаил Карпов Над Государственный Над Государственный Так Ох Сейчас шуметь будет Парни Потому что мы Окошко Откроем И покурим Вот в ауди Кстати не курю Ауди Вообще Не прокуренная Машина И там нельзя Курить никому В том числе и мне Я когда что-то запрещаю Это в первую очередь Себе А потом уже требую От людей Прикурил? Открываю Ну в принципе С небольшой скоростью Двигаемся Так что Не так уж и сильно ветер Че барни Скажите Как там у нас С Кординкой Звуком Снять пока Парни Привет С Алтая О Братан Ты знаешь Сейчас В гостишке Жили Вот в хорошей Такой Которую я снимал В телеграме Называется Он Лофт Что-то Топлофт В Крайльсхайме И Там девочка Она По репатриации Приехала Она с Алтая Работает там Такая кстати Одинокая Если Кто хочет Попытать счастье Достаточно симпатичная Но уже Так что взрослая И Сорокет по-моему Но выглядит отлично Так что Если кто хочет Найти свою судьбу Алтайская девочка С немецким гражданством С двумя детьми А да С двумя детьми Не будем утаивать Ну нас двое Ну это не мы С Бэтменом Двумя детьми Но это не мы С Бэтменом Так А Крэйзи Джо Здоровый Такой А когда маленький Был на базаре Местик с топор Такой огромный Казался Ну да Коталог был далеко Да Подлагивает немного Ну а че шпавка Подлагивает хуля Терпимый звук Картинка хуже Сейчас лучше стало Ну насколько сможем Олег Сергенко Вот сваха Да какой я тебе сваха Олег Я просто Знаешь То есть Я то Мне то вот Не дал тастик девочек Вообще У меня Все Все ровно Кому то может Зайдет Так И хорошо Бэтмен из КГБ В какой то мере Да В какой то мере Да Ворон Винс Из ОПГ Ты знаешь Вот организация Где Бэтмен трудился Она В какой то мере И КГБ То есть ее Принято называть И КГБ И ОПГ Тоже ее называют Часто Не пытайте Ой блин Счастья В угадайке Мы не скажем Три буквы Как обычно Как все у нас в стране Олег Сергеенко Вас С какой целью Ты постоянно По Европе катаешь Есть не секрет Олег Ну у меня Работа здесь Здесь люди Которые покупают Какие то вещи Здесь у меня Общие Какие то Деловые Отношения С людьми Мне нравится Европа еще Надеюсь Не НКВД Это 4 буквы А у нас 3 У нас 3 да В России Все Под на 3 буквы Нет Не НКВД Конечно Занолек Вообще Не связано С душегубством С душеспасением Больше Так Так Неужели Бэтмен в министерстве Штаны протирал Джонни Доусон Как ты мог Такое Про Бэтмена Подумать Ручки Не работают Ручки У вас просто Турист Работает гидом Есть такое Крэйзи Автомобильный Туризм Онлайн Надо еще Донаты Начать собирать Как бы удобнее Устроиться В этом кресле В пассажирском Как-то мне не это Непривычно И Бэтмен тут Под себя Настроил А мы Разного Немножко Телосложения И Мне неудобняк Сейчас он Более-менее Настроился Васп Насчет грабли Пандора Д-90 Не сказал Связь пропадала Братан Ты не знаешь Что такое Д-90 Я такого Граба-то Не видел Это тот Который Максималку Запихнули А который Нихуя Не пишет Что ли Ну короче Не знаю Ну скид Телеграм Что это такое А Цены на бензи А вот Цены на бензин Пожалуйста Вы хотели Это кроны Это Да Это кроны 34.90 Это Ну в 2.7 Умножайте Олег Сергеевн Готов украинцев Аллергия Носить Фуражки Не хочется В Бэтмене Разочароваться Как в Скотсе Братан Вообще Ничего общего Давай Не выдумывай Главное Чтоб человек Хороший Ты конечно Хороший человек Просто Очень много Наводящих Вопросов Тут уже Или может Это я так вижу Крэйзи Ну люди Интересуются Там Всем интересно Там Может И вовсе Не с плохой Целью Батюшка Баллюдоед Батюшка Баллюдоед Ну и что Зато Человек Хороший Один батюшка Батюшка Баллюдоед Ну и что Ну и что Человек Хороший Батюшка 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 Продолжение следует... 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 контактах форт мустанг чай курить купи отправь да все верно кредит джокер лёш швецов ты богач откуда бабки после зоны лёх я уже не сижу в тюрьме слава богу почти 7 лет да да что то в этом роде так что я развил развил за это время достаточно прибыльный бизнес у меня есть фирма в болгарии у меня есть ну международная фирма это лтд ну то есть общество с ограниченной ответственностью международная я но зарегистрированная платящие налоги и плюс к тому у меня есть свой частный бизнес в россии по двум направлениям в том числе вот по продаже оборудования для тестирования и для взлома иногда электронных и механических систем автомобильных в основном так ворон винс какой колхоз только наклеить на лобах без них никак передвигаться не ворон винс некоторые страны требуют в обязательном порядке винетку это как транспондер для проезда по платным дорогам они считываются автоматическими камерами и если ее не будет соответственно ну соответственно достаточно большой штраф так что колхозный налог колхозный вот этот вот стайл он обусловлен тем что страны вполне справедливо собирают с проезжающих транзитом по их территории деньги за на ремонт дорог и на на обустройство дорог на на всю периферию так что нормально фарды давая включать так ввоз плешей сереже шестин так шестяны и шестин давай не факт кстати дирижер а может и так но бог судья лёш швецов а по масти лёш я не знаю но сколько тебе лет и почему ты такие вопросы задаешь то есть такие вопросы задают люди которые что-то сделали не так да то есть но что ты понимал правила хорошего тона даже в лагере среди людей вообще ты не можешь спросить человека кто ты по жизни если он не дал для того достаточный повод то есть я тебе точно никакого повода не давал ты смотришь стрим в ютюбе поэтому давай но вот эту вот мурку ну не здесь так во сколько села за что я много раз сидел лишь в первый раз сел за кражу за что же еще за кражу голова на плечах крэйзи джокер ага снова тема пара что где когда агами симпатичные чешские городишки домики надеюсь что вот этот лёша не со слайта все спрашивает и действительно просто молодой парень там или может чуть 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 не понимает там ничего страшного так привет парни спитер ровной дороги вам вася васин спасибо и тебе ровных дорог в питере тоже вроде неплохие очень красивые новые построили и был недавно мне прям очень понравилось вот этот вот где едешь и вот эти вот кому-то недостроенные фонари как будто скелет какого-то динозавра все офис салимана все без же обмана до крэйзи хули нет-то лег швецов мне 10 обманываешь наверно или правда 10 лет тебе так вас расскажи схему транспортировок сырых авто из европы например в африку олег ну какие схемы делают их под бумаги возможно даже ставят на какой-то учет европейские такие лазейки тоже есть тащат их в малагу или в другие порты и на судах и в ну и в такую зону в такие зоны как сирия допустим и африка тоже конечно и в южную америку ну так значит ты вор да нет не вор я и вон crazyjoker правильно говорят да не вор он конечно я не вор это называется кратун вор это все-таки имя старшего брата или урки вас почему просто биржу своих товаров не сделать в инете или без людского прямого общения с потребителем никак ворон винс во первых мне нравится с вами общаться вот честно скажу это все равно но без этого мне было бы не интересно работать честно так что спасибо что вы есть и что но у нас есть такие спасибо интернету и коммуникационным возможностям века что мы можем с вами общаться вот площадку создам обязательно но я просто боюсь на самом деле я и провороты не перестаю делать чтобы работать руками смеет такие основные считаю что человек должен всегда если не был была возможность с кем-то себя сравнивать и какие-то выводы для себя делать хорошие плохие или но выводы потому что человек который остается наедине с самим собой очень быстро может заблудиться если конечно он не наедине с богом как монахи и отшельники но это уже совсем другая история да то есть так что но люди должны общаться между собой это одно из правил которые я считаю мире и второе я считаю правило что человек должен трудиться что человек который не трудится как говорит святое место пусто не бывает я поэтому делаю провороты не перестаю хотя я уже но уже и возраст такой и глаза уже изуродованы совершенно и руки так порезаны нормально но я не перестаю делать провороты потому что я хочу чтобы я что-то производил сам лично руками активы и нужное что приносит людям радость какую-то и что востребовано людьми для меня это важно поэтому я делаю руками что-то и поэтому я не ухожу в но в сухие цифры а стараясь все-таки с людьми так вас ты красавчик мотивируешь не потерял тебя после тяжкого времени развиваешься даме сливать стараюсь стараюсь развиваться там уже как говорится плодам будет судиться чуть-чуть а 80 так что вот так вот мы тут дружинники если чё там кто дружинники виха виха карпов что за дружинники так вот с уважением объясню есть два блогера шевцов и соколов а это видимо два его фаната пиздюка взявшие некие фото и трое не обращаю внимание олег знаешь еще человек который умер я все вот несколько фраз таких сказал вообще в жизни водка у которого была опухоль мозга и он умер не так давно ну вот ну как это уже год уже год в прошлый раз в париже дамы заставь в июле так что уже год скоро вот сейчас уже мир памяти твоему твоя дима вот и до упокоить то господь человек сказал так однажды такой фраза что бесполезных людей не бывает и он прав не бывает бесполезных людей даже если они пришли сюда насмехаться или ну гадости какие-то говорить я даю им ответы с чистым сердцем искренне и все равно не их услышат это все равно останется в их голове и ну и не пройдет бесследно но бэтмен миллиметражей играет костя надеюсь смотришь стрим сейчас должно уже зеркало сломаться где-то так блок маклауд приветствую вас привет блок олег сергей вас расскажи об опыте работы с африканцами и сирийцами вообще как с ними сотрудничать опасно олег ты знаешь да нормально с ними сотрудничать просто я с ними напрямую не общаюсь с ними общается мой коллега европейский кстати армянин очень они тоже кстати армяне молодцы в этом отношении в коммуникациях и он общается с ребятами из африки и ассирийцами я не общаюсь вовсе и не хочу на ни машины ничего очень не хочу с ними но общаться не хочу так что вот так общаюсь с южноамериканцами сам на английском языке мне очень нравится мне нравятся люди нравятся их отношениях жизни нравится что там всегда опасность в крови что там всегда все на острие джокер научиться бы делать провороты crazy так учись я скоро сделаю дизельный мастер-класс видео посмотрите как они точатся и можно будет повторить просто не сразу конечно это все тоже в нюансах димон куда и вас расскажи каким интернетом пользуешься в европе чуть не помню парень не помню вода фонда вода фон это чешский я в чехии сейчас пользуюсь мобильный интернет вас можешь посоветуешь кого кто сможет обучить точить проворот я реально кто там брата тебя обучит если можно было таких людей найти я бы давал деньги люди посидели точили а то они говорят что мы такие точилы охуенные а вот вообще что старик и ничего не умеет а только выебывается а потом смотришь их проворот это говно то есть тяжело на самом деле тут тут дело же не только в том чтобы последовательности соблюдать а ну еще во многих нюансах брат так во времена ссср жилось проще а сейчас веселей да сейчас по крайней мере веселее жилось перестроечные времена вот эти точно могу сказать да 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 было веселуха сейчас чего такого веселого то в россии ничего все достаточно грустно я считаю так здесь вот возможность то то что если европу ездите еще куда-то да спасибо за эту возможность я очень рад что у меня есть возможность путешествовать это единственное за что я благодарен нынешним устроем вас по архивирую видосы по hdd-облако если канал обрушит снова ябедники заново зальешь обидно безвозвратные потери интеллектуальной собственности нести ворон ветру потерь есть люди которые протоколируют нам так сказать но все равно сохраняют мои видосы и мир не без добрых людей спасибо им потому что когда блокнули тот мой канал все видосы мои ну мне прислали они у меня есть на флешке я когда-нибудь заморочусь разобью их там какие путешествия какие именно по рабочим моментам и выложу опять о костяна слушаю стримы работы одновременно правильно костяна мы тоже работаем и одновременно снимаем стрим да привет ему воротом будем от души благодарны а обязательно сниму кости до сих пор в плену москалей а костя сам же конченый москаль но из питера но по природе-то москаль еще тот и он в питере же я думаю а сергей сергеенко опасность в крови а общаешься мне кажется для них убить что для нас чихнуть это правда олег для них убить гораздо проще все но этим и хорошо люди гораздо больше следят и за разговором за своим и за действиями своими и вот так вот поэтому и хочется именно делать а не подделывать крэйсбишки я понимаю но всему свое время я вижу меня даже нет времени видео снять бывает ворон виз как же ты ошибаешься братец олег гиенко по поводу чего-то воронвинс ошибается так 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 я даже не понял а чё он ошибается почему олег вроде ничего такого не написал воронвинс а михаил карпов армяне первые христиане братья по вере да так и есть так и есть вас принципе тос красиво сказал на скотце да хорош ты олег ну понятно что ты все равно ты согласись тоже каждый человек он имеет право и на свой политический выбор и на жизненный выбор и многие люди ошибаются а кто знает может и мы ошибаемся да ну во многом может не в том о чем сейчас до разговор идет надо особо не видно будет красивый тоже пейзажик нам деревушкам колоколин к такие вот европейские красиво приятно глаз радует поля и красивые домики насчет того что в плену москалей да не он про последний стрим кости из москвы он тоже отвечает он же поездил к ярику ярик там не знаю в правилам у мозги или нет потому что ярик это у него более близкое мне политическое воззрение это несмотря на то что в европе он еще не был ярик хочется тоже не свозить его потому что ну вот увидит своими глазами и поймет разницу большущую насчет того как но люди живут и нас насчет и поймет глубину как бы вернее величину положенного на нас прибора просто на россиян 37 км добр но а помните на тесты сколько добирались сколько у нас сейчас стрим-то идет а 97 минут полтора часа доехали добр но а в прошлый раз сколько бы добр но ехали 6 часов на тесле вот она тесла пожалуйста так блок маклауд вас видел танец костика он когда шпага сделал я чуть пятки синие ошпарил блок маклауд ну да видел видел молодец а в тапках да он танцевал там у ярика вот я же говорю на него есть и хорошие кстати моя джульетта если бы ты была здесь джульетта все поменяла не позволило бы такой херне происходить но ни хера все происходит так или все же больше предпочтение европе а вот кейс джокер но так что в европе что в россии свои плюсы минусы там и там знаешь crazy я да мне конечно больше нравится в европе ну со всех сторон потому что потому что здесь нет постоянного нервяка здесь нет вещей которые тебя на каждом шагу раздражают раздражают своей бессмысленностью раздражают своей ну своим наличием жизни бессмысленной на бессмысленным наличием нету злых людей которые ходят со злыми лицами вокруг атмосферы ненависти не вид не витает то есть ты ездишь себе и ездишь даже на болгарских мирах которыми это горы постоянно полиция тормозит даже полиция как-то предупредительно и вежливо разговаривает несмотря на то что выворачивает еще как но тем не менее очень мощно есть еще порах ты имеешь ввиду по поводу танца что так он с костом пиздюком он сколько 30 лет еще и ягоды есть ягодицах до там все на своих местах где ты имеешь ввиду в европе да именно так crazy тут все на своих местах и тут нету гонки такой знаешь что люди хотят показаться себя вы себе меня коррежда как в россии знаешь тут ездят на нормальных машинах они с нормальным уровнем дохода ездит там на гальфа на полу вон ну посмотри на дорогу то есть вон мазда тройка какие-то такие машины здесь не пытаются въебаться и на огромных джипах здесь нету алексей яда ямаха быстрее с бабайкой будет конечно будет ямаха как только бабайка приедет сюда в европу ко мне обязательно лупану стрима чё нет то просто бабайка еще не так прямо разговаривает бегло но реальный менталитет людей проще как проще то есть менталитет здесь такое что люди спокойные люди спокойные у них стабильная жизнь они не пытаются но действительно выкарабкаться куда-то выше им не надо здесь средняя зарплата в основном в германии разговаривал то есть ну практически у всех с кем разговаривал 1800 2000 евро зарплата моего товарища который она русскоговорящий парень то есть мой русский парень давно про живет уже в германии него зарплата там порядка четырех тысяч евро это большая зарплата считается по европейским меркам и короче говоря и никакой зависти ни у кого нету ну кстати да думают что вот он богатый там соседи думают ага богатый там ну такие вещи но в основном здесь люди живут примерно одинаково и они живут не бедно войти то есть нету нищих нету бедолаг живут и живут все работают и работают поводов для взаимной ненависти нет у них делить им особо нечего ага райан винир пишет вас пьешь авокадо одну штучку в день природный барабан холестерина здоровья тебя спасибо району что авокадо не слышал об этом потому что вакадо нажать и фрукты я знаю я ем салатики с ним постоянно он это привкус добавляет забуду можно попытаться авокадотерапию провести начались какие-то так константин чемец в россии не было арабское это все с петра пошло константин этого мы не знаем но с петра то точно пошло да нет ну что ты какой петра ян это что очень много всего было почитай великая тартария я много кстати книжек читал не думай читал немало книжек и мой вывод причем я читал книги старался современников не историков которые псевдоисторики на самом деле что одобрят то и пишут от карамзина и до современных историков читал там удовольствием и герцена читал читал какие-то и пушкин уже конечно же читал и ну и лермонтова и всех вот этих людей которые были современниками допустим это все уже больше 18-19 лет а там то что то петра но все равно есть исторические какие-то факты взряд очень рабская балка всегда кто-то управлял россией обрати внимание на это никогда ей не управляли русские о димон лет здорово на здорово как ты дим но не собираешься вообще в европы то не надоело тебе там на яхты смотреть вас на канале присутствует политзомбаки блок не думаю что прям политзомбаки присутствуют наверно люди с категорически различными мнениями но это естественно константин через подмен на истории до подменной истории тоже имеет место но она возможно не вовсе не в том русле в котором кажется то есть и вовсе она не в том смысле подменена что русские мол никогда не были рабами а были всегда потомками волхвов как это говорят но это же бред кобыла брат со всех точек зрения не выдерживает никакой элементарнейший исторической аргументированной критики не выдерживает все это ерунда же это вот эти вот как они вот эти удары русских богов идиотом написаны и истарховы всякие они же несут околесицу это что они же несут просто жуткий исторический бред и вот этот книга на гавелесова книга знаменитая ее написали в 1800 там в конце 19 века написал человек который позже в сумасшедшем доме в америке отказался от своих всех своих догматов и но которого году который признанный мута который признанный псих с диагнозом чё чингисхан только на россии чудил ты чё такое кроме чингисхана тут еще хватало димон лет и погода глаз на вас нас тут отстой дождь льет и плюс 17 знаешь а я люблю когда дождь льет и плюс 17 очень хорошая нашинская погода пошел экспроприировал себе чего-нибудь неправильно нажито в дождишко то очень даже хорошо и в камеры херов все видно это броши все ясно и так так есть варианта я свое мнение всегда озвучиваю а если имеешь ввиду людей которые между собой я не что нельзя этого делать ему не стоит этого делать кто навязывает да непонятно олег ты кстати тоже с один очки перегибаешь палочка с фамилиями так далее не стоит этого делать давайте общаться между собой корректно независимо от того насколько может сейчас наше мнение монтана marvel здорово бро здорово так вова да конечно все забыли зимча давайте политику не будем я бы сразу европу мотанул сейчас вас но нет пока возможности поятного в греции на море до сижу на яхты смотрю но вот знакомые мне ситуации ты знаешь я тоже там с высока смотрю на яхты хорошо приятная ктенка но все равно здесь лучше здесь как бы воздух и свобода народу много людей мало как обычно crazy алексей генка я так сдерживаю эмоции так дача их делали так все на тоже покусываю жидокольство не стоит тем более что ну что все мы народ народы разных стран тоже и даже здесь европе здорово обмануты и истины но кто в чистом виде никому из нас неизвестно естественно нам удобно держаться за те границы и рамки которые задают на безопасность от окружающего мира неизведанного и страшного где-то поэтому люди держатся за свое мнение вот только уж слишком его обострять не стоит так привет вас как европа рамиль ну вот смотри как европа вот она европа как европа как говорится еду по чехии замучили только принимать мусора англии док здорово привет вас под видеть не ранее разу стрим не заставал онлайн даже не знаю что писать куда путь держишь путь держу скорее всего в болгарию ну пока сейчас держу путь венгрию будапешт потом скорее всего болгарию а едем пока мы по чехии и и до тех пор пока мы едем по чехии и имеем возможность снимать потому что в дальнейшем уже ну чешская симка она уже будет не будет канать картинка квадратненькая бывает зависает но слышно хорошо ну да этим конечно не хорошо но что поделать квадратненькая картинка плохо потому что картинка за окном хорошие ну красиво тучками вот только затягивает небо ох 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 смотри что бэтмен не уснул так вас спасибо за стрим удачной дороге извини за негодяй смотри что бэтмен не уснул бэтмен не уснешь не уснул да бэтмен не уснет он сейчас километров 300 проедет пока проехал 148 и я ну сменю его за рулем побольше это же 1 литр а? это же 1 литр почти 200 проехали сейчас ну да ну в любом случае там проесть еще там где-то сотку так крэйзи джокер вот бэтмен жму 5 как т.т. рукоять раз был слышать всегда рад визита на связи на связи до побачи до побачи не олешка angry dogs хорошие тебе дороги и фарта в делах взаимно angry димон лэг кстати генератор то как норма заряжает за 2к евро лёгер ты напоминаешь мне димон заряжает заряжает тут есть же показатель на приборной панели уже 5 литров можно сделать что 5? уже 5 литров а 5 литров жрет о смотрите сколько жрет мерседесик при средней скорости 107 километров в час между прочим 5 литров на 100 километров а? сейчас будет меньше еще ну уже 4,9 так что вот так на самом деле машина экономная по крайней мере сауди которая жрет 12 ну я на ней конечно и пылесосил еще но все равно то есть меньше 10 она все равно по трассе жрать не будет даже если на ней еле ехать а вот пожалуйста мерседесик 24 на 2,2 трубы дизеля хавает 4,9 на данный момент димон лэд улыбаешься чего ты там смеешься на самом деле 2 евро потратить вот так вот ни на что это конечно обидно бывает кое хуй вот действительно да едешь едешь сука этот генератор стоит ну сколько он стоит там блять ну 20 тысяч ну 30 плюс его поставить вообще понты блять я сам бы даже в полевых условиях просто набор инструментов бы это сделал блять нет сука вот такая огромная цена ободранный флаг флаг чехии павка вопрос сколько он проживет с нашей соляры с какой соляры да я ее не это же болгарская машина я его заправляю только ну европейским дизелем он живет и живет свет и чё димон лэд ну жесть конечно адак литует а это не адак адак то он мне 150 евро вот то конечно тоже лютует гондон 150 евро взял за то чтобы меня за 10 километров довести ну не за 10 может там побольше но все равно до вот этого кроллс хайма или кролл хайм кроллс хайма короче 150 евро но я довелся до дилера это дилер с нас деньги забирал привет из лнр взаимный привет как вы там живете а а ты у тебя выключили что ли вот и еще на себя пути так монтана марвел вас когда лучше всего ехать трудиться по европе правду говорят если принимают на сыром ведре то можно штрафом оделся если без себя аппаратуры нет конечно можно конечно можно ну да соточку переплатил туда димон переплатил соточку как есть так ты знаешь штрафа да можно оделся монтана и чаще всего так и происходит ну просто есть разные тот же места вот та же самая южная германия не советовал сырых ведрах австрии не советовал бы попадаться что еще испания норм франция норм бельгия норм болгария тоже не советовал бы попадаться на сырых ведрах но там можно решить вопрос за деньги что так ну или можешь вообще расскажу что знаешь когда спецслужба работает по авто теме слышал что все ведра на спутнике ты не монтана счет это вот будут все ведра на спутнике тут спутников очень мало на самом деле это вот в болгарии это там не на спутнике они больше на иммобилайзерах на спутнике очень мало ведер это уйди левее сейчас буду ходить спутники их ставят в основном лизинговые компании и но прокатная компания частные машины какие у них спутников ни у кого нет в британии да есть здесь европе ни у кого их нету не ну практически ни на нету так михаил бабков господи продавцов газ заявил сегодня что появился в продаже ключи для toyota один ключ сможет открыть и заводить большой ряд модели toyota михаил попков мне кажется это бред кобылы с сивой если он имеет ввиду крипто граббер то это кто-то еще говно крипто граббер этот так что но будут искать все таки по возможности характеристики мне в личку в telegram попробую разобраться станислав андреевич лнр война у нас братка так и живем до хуёво стас хуёво что война и обидно то что но ничего эти не сделать и стоит другой стороны как мы прекрасно понимаем выгодно чтобы там была война и срать на самом деле все хотели на людей и те и те хотели срать блять а жалко людей-то жалко да я понимаю что ты на нем по европе гоняешь насколько этот движок в россии проживет павка ты знаешь у меня есть автомобиль mercedes на 2 и 2 турбодизеля достаточно долго он прожил в россии на mercedes спринтере блять прожил в россии прям как надо в икеа в икеа это что там еще диего и чем ну все практически те же самые названия ничего как бы особо отличающегося от россии даже нету вон от esco extra electro world sports direct и вен но и вен это за не снова торгового центра уходим на братислава во в словакии поперли словаки будем въезжать связь пропадет так димон лет но дилер она везде дилер гадание да пиздец какие гады ждут тех либо кто попадет в виду либо мудаков и ты знаешь мудаков тоже хватает то есть я снял там видео там висят два олдтаймера хороших которые именно на дилере ходят ремонтировать либо да и много других машин у них там все завешено у них там негде ну не хватает рабочих рук и но на этом основном иностранцы здесь немцы говорил они говорят мы здесь не ремонтируется то есть нам дорого и правильно говорят мне конечно же дорого но у меня выбор другого не благе я буду искать на этим и пользуются блог макклаус и там андрея жизни там братья да уж держитесь данные живы будьте и лицо человеческое да не потеряется ни у кого был димон лет в каком городе тормозу собираетесь димон я думаю что все-таки до софии доедем он нам до софии косарь косарь 500 я в прошлый раз топнул один но тяжеловато тяжеловат а сейчас мы с бэтменом вдвоем я его там километров через 100 поменяю еще и так и будем ехать там по 300 километров и так говорят грамотно ехать 301 302 301 302 по три часа вот так и получается на 350 то есть но триста 350 километров и отлично будет рамиль лексус я в деревне смот улетела одна большая ссадина одна радость стрим вас по одна большая ссадина да я товарищ этот опять же покойничек там он большой такой парень был тоже и он турского мопеда или скутера упал в таиланде вот его нормально то не лифта на кипре я уж не помню нормально тоже он такой прям весь одна большая ссадина так вас чуть не забыла что мне очень нужен проворот на фокус 3 прям очень и чем скорее тем лучше будет а то купил тут одного так как ты не сверна связи а согнулся и сломался бывает такое но на форт тяжело конечно вертеть его сам но брат когда приеду только уже димон лету далековато так я еще брат буду ехать обратно в европу так андрей докс у кого есть удаленный видос с канала воспалит вы поделитесь англия те могу его послать в виде флешки вас насколько актуально в галилео ты имеешь ввиду галилео спутник глушится да не нет я думаю спутник особенно познавательный хорошо я поделю их потом там поскидываю в братиславии был я хороший городок уютный димон лет а я кстати не был ни разу а нет был подожди в братиславии это ехали мы ехали на опеле с бабайкой мне так страшно было то есть там молнии прям ебашили через каждые несколько секунд то есть просто едешь по дороге в натуре как в каком-то фильме ужасов дождь стеной ты тут прям ну молния прям вот буквально рядом по второй разряд третий разряд я боялся снимать уже телефон достану начну снимать просто в телефон как уебет вообще этого но единственно жизнь такая была прям реально страшно то есть все кто ехал они все сгрузились на практически на заправках в каких-то местах чтобы не ехать одним и ехали страшно но ехали бэтмен лег у вас сколько стоит пьес проходится без шика пошлины платы дороги примерно отскоки евро ворон винс ну что ты между бензин тоже считать или ты только пошлины платные дороги ты знаешь платных дорог в европе немного вот сейчас будет платная дорога в сербии несколько дорог будет там в общей сложности где-то 5 евро надо будет заплатить это очень недорого тут за весь проезд по сербии где-то 5 евро я еще скажу еще почитаю сейчас а спутник галилео да спутника глушится вот что касается остальных стран то ну где очень платы дороги видели в италии в италии дорого во франции во франции много планы дорог во франции не так дорого то есть во франции за все время откуда бы ты не ехал до парижа допустим но потратишь ты наверное но не больше 50 евро да получается 20 13 что-то такое нет но с да да в европе в италии именно 50 евро это стандартная такси куда бы не ехать потому что мы из рима в баре ехали тоже по мосту а 26 до 50 в обе стороны ну короче в торга все равно тут не сказать что прям заоблачные цифры так без понятно вот ладно сами платные дороги винетки стоят но винетки самую дорогую винетку которым купили 38 швейцарских франков она стоит она на 14 месяцев вода меньше просто не бывает швейцарии предусмотрено только на нос только один вид винетки он сразу четыреста месяцев дается стоит он 38 швейцарских франков это знаете где 35 евро наверно но из меня взяли они со 16 франков с меня взяли 38 евро а так но 20 где-то 12 стоит где-то 10 стоит вине но вид и допустим для венгрии вас ты процент швейцарская и чешская да а с этой стороны не цельско это болгарская болгарская сразу на год купил потому что там машина дислоцирована так что вот так вот не так уж все ужасно на самом деле рамиль лексус да да дороги здесь платные дороги здесь дешевле чем россии рамиль лексус удачи вам ребят хорошей дороги берегите себя взаимно рамиль владимир и центр по защите авто и ставят они все знаешь владимир смотря где допустим кто же болгарии до этих сложных маленьких предприятиях из каждая страховая имеет свою то есть это прям комплекс что касается других стран в италии да есть но немного в британии сейчас начали появляться там люди ко мне даже обращались а так в других каких-то странах мало практически не ставят то есть но где-то еще в восточной европе да можно найти машину на сигналке на дополнительной сейчас германии начали ставить в условиях сервисов это отдельных дополнительных нету установленных центров а в германии стали ставить из-за того что мультимедиа крадут из бмв в астанам 48 расход там европе это оборудование легально продается так понял и трансляторы crazy да вполне легально ну есть национально регистрировать фирму и возможно ну придется отвечать на вопросы полиции конечно же но тем не менее но продаваться это все продается здорово немец немец пишет спасибо за когда-то этого на его так так тоже покурил пожалуй вроде связь до стабилизировалась написано а смотрю вот на ваш одометр при мне автомобиля мечта я про расход да да ты знаешь в этом отношении прям ты чё кайф он и едет понимаешь то есть он его и топнуть может и и расход такой и ровненько все это все-таки mercedes кайф то автомобиль очень подходящий для европы я его даже менять то особо ни на чё не хочу блин только вот маловато для путешествие семьей смотря какая семья но такой же есть все равно универсал универсала я думаю будет вполне достаточно то есть такой же цешка 204 есть универсал и универсал я думаю вполне подойдет ну да кстати вот смотри вот почти два метра бэтмен он сидит здесь очень удобно за ним в принципе может поместиться но но не только ребенок там девочка какая-нибудь может поместиться так что ну вполне если ну именно вагон так вообще кайф я хотел-то изначально вагон то есть я изначально честно говоря шестидесятую бмв вагон но просто дали что далее тут не дареному но все такому коню в зубы не смотрят если учитывается какие деньги он мне достался то то просто это сказка angry dogs понятное дело что для этих людей плевать а вот реально для корни кернение важно твердость стали у вас керны с качественной жалоби или это тотальное явление по ухудшению качества продукта бренда подожди у нас керны с качественными жалоби что касается ухудшения качества продукта она на лицо до димон на то я тоже ровно 2 метра и я 107 получается он не подойдет норм подойдет конечно димон а бэтмен 127 весит это похудел и все у него окей вообще универсу здесь таких машин ездит много то есть они достаточно популярны он не самый дешевый автомобиль я имею ввиду сравнительной степени до мерседес но тем не менее людей достаточно много на них ездит именно на 204 и на доресте и на ресте у меня то листайловая машина но уже с корону уже 170 лошадей здесь двигатель так что но не знаю мне нравится и многим нравится тоже так ух крупный парень ну крупный конечно я тоже не ребенок но вот тоже худенький все время поэтому никто все принимаю воспринимается что я ошибся какой-то вот так вот снимешь пару видео то с юры и тираном то с бэтменом и все начинают думать что я какой-то мелкий выёбистый шипстик потом видят удивляются так темпомат кстати охрененно удобная система то есть это не просто круиз-контроль это но система скоростных ограничений и лимитов и он прибавляет сразу по десятке если или убавляет сразу по десятке при длительном нажатии при коротком нажатии может на километру по километрам варьировать скорость на нем ехать удобно я проехал всю дорогу он здорово экономит а ты на тампомате до хайли а вот из-за этого такой расхода 48 уже вот тампомат по километрику убавил по километрику прибавил можно прибавить с десятками видно да автомобиль очень деликатно набирает и достаточно быстро скорость а снижает так чтобы не изнашивались колодки очень грамотно очень грамотная система вот эта помада мне нравится вообще в мерседесе конечно есть чему порадоваться не сказал бы что прям я в восторге от этой марки от мерседеса но тем не менее хороших сторон ним тоже немало именно в этой машине прям много хороших сторон англи докс какие тенденции по европе в плане новых способов защиты скоро будут переходить на эти технологии пора уже мозги включать трудягам по этой теме в перспективе ближайших двух-трех лет пора включать но по европе нет в европе чтобы вы понимали парни да все-таки россия она более как сказать россия она все-таки более какая-то оживленная такая страна да там что то все кто-то делает что-то там перерабатывает дорабатывает вырабатывает какие-то новые технологии то сё это все-таки более азиатская такая тема вот эти все такая череда новых технологий в европе особо не гонятся за ними здесь на самом деле очень мало автомобилей на чем-то дополнительным здесь в основном все на штатных системах то есть они начали спутники это устанавливать сравнительно недавно горы хочу это татры лечат какие-то горы впереди так короче говоря в европе нет такого чтобы прям новые технологии изучать внедрять их тут такого нету тут люди открыв рот смотрят на 500 евро в эту купюру чтобы понимали нас приняли же еще до этого то есть пока я не выходил на связь нас принимали раза четыре то есть в одни из них это французская таможня который просто нахуй вывернули на всю машину мы ехали из швейцарии в люксембург но через францию ехали и французы блять вообще просто все карманы кармашки достали все деньги пересчитали их и он такой достает там из одного кошелька из другого кошелька из пачек из оттуда из оттуда и такой раз достает кошелек с 500 евро купюрами такой о русские деньги и они их даже не посчитали представляете то есть они даже не знают что за деньги такие 500 евро они их не видели никогда в жизни они первый раз увидели и приняли их за российские деньги и не стали их даже считать в декларацию там декларацию меня заставили но подписывать так что вот так вот эти с новыми технологиями такая же херня дрон там они видят охуевают но очень много такого что для нас повседневность для них прям да ладно так что не думайте европа она все-таки такая старушка действительно здесь все стабильненько спокойненько здесь ничего особо не происходит и люди так и живут людей в испании спиртный телефон и полиции попросили найти по вот этому имя пойди поймаю глазами и спросили кино пересмотрели слышали дача сказали то есть вот попросили поймаю найти телефон а испанские полицейские охуели от этого и говорят вы чё там блять но фантастика какой-то насмотрелись так что вот так вот здесь работать но здесь мусора работы так как у нас раньше то есть в этом плане они от нас отстали на 30 лет если это можно назвать отстали да здесь полиция работает так же как у нас 20 лет назад а здесь прям принимают и выворачивают у нас такого нету ну культурно да но это это не отнять но тем не менее то есть технологиями не очень так чингискан уже македонский ага более очкует за барахло россия да вот как знать что при открывании дверей машина орет или нет но это разбираться в моделях спасибо за ответ и будем изучать кали линукс правильно мне еще научите что это такое 240 км вот вы едете чё 240 км мы едем 140 братан а 240 проехали мы проехали пока километра 250 до артур с вечер добрый дочь добрый вечер артур немец немец вас согласен про европу на сто процентов ну я говорю что вижу немец я не не пытаюсь уже как многие это делают увидели до кубань пожалуйста подсолнухи да кайф я не пытаюсь сделать так как делают многие блогеры и вообще писатели отчетов про путешествия пользуясь тем что они увидели что-то такое что другие не видели попытаться из этого создать прям уж ну прям бомбу какой-то там там то то а там то это зачем я вижу что-то своими глазами вам рассказываю делюсь кукуруза да ребят вот этим вот вообще тоже обратите внимание вот мы сколько едем вы обращайте внимание на пейзажи по сторонам все обработано все обработано нет ни куска ни клочка ни пяди земли которая бесхозная и необработанная все чем-то засеяно вот папа по бокам кукуруза дальше пшеница проехали подсолнечное поле проехали там сквозь еще ехали рапсовые поля здесь засеяно все здесь не пропадает земля вот пожалуйста тоже видно же да ну нету здесь земли необработанной и это при том что здесь земли у них не так много у нас же загнивают да да чё говорить гниющий запад геи какие-то засеяли кстати говоря да геев мы пока не видали может мы просто по таким местам не ходим где геев много и я вам советую также делать не ходить по таким местам то есть во всех этих прямо злачных местах если там работы да так посещать злачные места если хотите мой совет и мое мнение о жизни я бы не советовал да не ходи в гейские места если хочешь видеть геев а в россии я видел геев гораздо больше в москве я имею виду непосредственно которые тоже приезжают со всех уголков нашей необъятной родины в москве в москве на китай города гомосятить о песня хорошая какая другом можно сказать любимая моя песня океан эльзи димон лед вот завтра футбол получится посмотреть димон я очень на это надеюсь я очень надеюсь я жду этого футбола и боюсь конечно за россию буду болеть за россию так лёня 22 лет 22 прогнозы про футбол и страшно даже представить но мы просто будем надеяться что действительно наши ребята сделают чудо потому что конечно игра с ругваем она не была такой решающей и может может наша сборная покажет в игре с испании потому что испании в тот раз прострали же помните когда в голландии выигрывали аж моля нигде выращивать теплицы да нет я думаю на полях тоже да мы еще не видали конопляных полей но я думаю они тоже есть в голландии да в голландии да я думаю в промышленных масштабах а во франции да кстати вопрос французская таможня смотрите если кто будет путешествовать особенно из голландии транзитом через францию ребят они именно по той заточен они ищут именно наркотики до в любых там и причем достаточно натасканы на это хотя собаки у них не видел на я у нее спрашиваю where's your dog она чё-то ха 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 чё там отвечает я ну так димон лет а пойду курну white power давай димон лет эх парни в антверпене там на центральном вокзале и даже на некоторых административных зданиях гейские флаги висят я охерел когда увидел братан антверпен это у нас бельгия же дальше уже ближе голландии хотя конечно исторически она вы были же там тоже журавли это или цапли журавли до полях там что-то клюю до сфоткайте поля интересно сочные бошки посмотреть в аутдоре короче в антверпене мы были там очень прикольный храм есть скульптуры там прикольные но сам город ниахтик там кстати много чеченцев немало мы встречали немного немало арабов да вот эти вот города там льеш в котором я не был на котором я знаю отзывы да что очень много тоже разного рода тоже много много кавказцев да у каких кавказцев господи много арабов кавказ это слава богу бы если были потому что кавказцы все-таки гораздо более культурный народ а те же самые чеченцы ингуши которые какие ну да вот было бы там кавказ побольше там бы флаги гейские не висели тоже но хлеб тоже хорошо вот так что вот так там фирма это все-таки уже ближе к голландии а там да знаешь тут голландии даже папа римский на самолете будет за роботом даже папа римский говорят на самолете не пролетает облетает ее как проклятая земля знаете из-за того что педероссия и наркомания так привет с красноярска александр большой привет тебе тоже как у вас там не холодно ты ложат статуя ложатска статуя ложатска такое научное звание у него вот темнеет уже тридцать человек у нас с собой в машине а говорят не вместительная да говорят машина не вместительная 30 человек и нас двое до 32 да косян чё ты смотришь стрим то ну-ка ответь-ка по статуе не скучаешь жара бля жара да у вас в красноярске ну кайф это жара перед снегом автобус прям да димон не то что автобус это прямо состав уже можно сказать да и автобус до 30 до состав о чё это такое-то вышли какие-то старые голландия от ребят не люблю знаете за что приехали мы с бэтменом в голландию голландия она я как говорил тогда еще но все эти удалили каналы эта страна протяженность дорог который маленькая страна протяженность дорог который равна протяженности общей протяженности дорог в россии в огромной россии дороги лучше чем везде где мы были до этого ну может в бельгии не хуже дороги наверное но но в бельгии их не так много да и наверное похуже да в голландии отличный короче говоря о немец-немец пишет какой вид пацаны скучаю за автобанами этой красотой 8 лет там не был ну ты чё братан а ты же мусора да ты же братан украин же вроде а украинцам же сейчас все пути открыты стартует не надо не надо долго засиживаться надо иногда выезжать ребят граница скоро и тогда уже стрим боюсь пропадет но ничего то есть но будьте готовы просто что будет граница и интернет тоже умрет так так о чем говорил ты блять уже от дороги голландия за что я не люблю голландию короче говоря прибило меня извиняюсь за мой французский посрать негде только дороги 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 мы в них запутались остановились где-то откос вверх но ограждение откос какой-то железнодорожный мост я пошел туда под железнодорожный мост спокойно себе там присел думаю кайф прям все облегчение сука спускаюсь вниз откос достаточно крутой то есть туда я забрался как на крыльях прям потому что срать захочешь еще не туда заберешься забрался и ничего там не поцарапал все ноги то все нормально прям идешь по примятой такой а там такие ну кустики они ну вот так вот лежат как стелятся да я даже не обратил внимание обратно спускаюсь мне жжет ноги и меня цепляет я там два раза не навернулся носом хорошо но физику у меня там более или менее все-таки я смог сгруппироваться не скатиться кубарем то есть спускаюсь у меня ноги со дня прям красные и утыканные как ежи иголками эти гандоны специально садят чтобы никто не ходил то есть вот так вот как в россии не спустишься с трассы под кусток пописать да не говоря уж про более серьезные проблемы которые у меня допустим были и так что там граждан тоже ограничивают принудительно смотрите учет о граница славянска славянская спорта ребят сейчас походу пропадет на всякий случай сразу одиос пропадет так пропадет отпишитесь кто-нибудь вообще есть связь то или нет не пацаны татры будут разобрать славы сторону украины по привету от достойных кирилл казачьих продолжать тоже духе владимир булат спасибо а чё это за горы вот эти были маленькие да возвышенности просто павка есть отлично отлично павка границы по реке да придай софи что-то там слушай а здесь надо винетку сейчас посмотрим пас до места до проща через заправку посмотрим винетка если продается значит нужно куча фур бродски дальница это наверное пропускной пункт для грузовиков а вовсе никакая не винетка зря мы сюда заехали наверное но не поехали на легковые кит стоят от души стрим хорошую вечер взаимно white power история огонь вас дает честная история все ноги сугобо на знаешь как болели еще где-то полмесяца слушай вы наверное сюда зря приехали туда или поехали то поехали уже а это граница а чё они не шенгер что ли тракт-бестро она показывает что нам дальше прямо-то поехали чё дальше кафе тракт-бестро нон-стоп а границ медленно просто есть потому-то они могут а шенгенская но все ни одного дизлайка за что здесь дизлайки ставить шенгенская зона братислава прямо барно направо 30 километров здесь скорость ограничена просто не видно за грузовиками до трассу вон она там кого-то оттормозили смотри да или что это они это просто на и стали одесса одесса попков да пока не а вот здесь на границе боже висели предупреждения кто знает парни нужна вообще словакия винетка вон 90 130 но все так же как и везде так румынские номера 4 8 8 8 отличный показатель имеется патриот я лично не знаю обрадан процент винетка это